МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». В студии Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уполномоченность защищать. Глава республики встретился с омбудсменами Чуваши. Родом из Советского Союза. Чем сейчас живут дома культуры в глубинке. Наши голоса на церемонии открытия Олимпийских игр споют дети из Чуваши. Во всем мире их называют омбудсменами, ну а в России уполномоченными по правам. Сегодня глава республики встретился с теми, кто защищает права человека, предпринимателей, детей. Защитник человеческих прав официально в России появился относительно недавно, 20 лет назад. Пока такие должности появились в регионах, прошел еще десяток лет. Так в Чувашии свой собственный уполномоченный по правам человека появился в 2012 году. Сегодня он доложил Михаилу Игнатьеву о результатах работы за прошлый год. Как ни странно, у меня, как у полномоченного по правам человека, особых каких-то нареканий, что если так можно сказать, которые можно было бы высказаться в адрес деятельности наших республиканских министерств, ведомств, в принципе нет. 80% всех обращений граждан, которые поступили в аппарат уполномоченного, они касались деятельности территориальных органов федеральной власти. Больше всего граждане жаловались на то, что их якобы незаконно привлекали к уголовной ответственности и на условия содержания в местах лишения свободы. Иными словами, на правоохранительную систему страны. Еще одна больная тема – жилье. Что касается социальных прав, то, наверное, здесь в основном это нарушение прав, связанных, как они считают, нарушение прав, связанных с предоставлением или не предоставлением им жилья. То есть, если оно предоставляется, то не совсем благоустроено. Если не предоставляется, то связано с отказом в постановке на учет или с волокитой при рассмотрении вопроса о предоставлении жилья. Про жилье говорил и детский омбудсмен. Уполномоченный защищать самую беззащитную категорию граждан отметил более 400 детей-сирот. В 2013 году получили жилье. Но больше тысячи еще в очереди. Впрочем, здесь важен не только факт предоставления желанных квадратных метров. Нужно иметь в виду еще, чтобы эти сироты и дети, оставшиеся без попечения, лица из детей, оставшихся без попечения родителей, получая жилье, не остались без работы. Жилье должно строиться там, где в перспективе для них есть рабочие места. Если работы не будет, они тоже станут социально неблагополучными такими же, как их родители. В отличие от двух предыдущих, институт защиты прав предпринимателей самый молодой в Чувашии таковой начал работать в прошлом году. Первая проблема, наверное, с которой сталкиваются многие предприниматели, это проблема продления аренды земельных участков. В связи с тем, что сложилась в последние годы сложная правоприменительная практика, даже добросовестные арендаторы земельных участков, если они не успели ввести объект в действие, они по предписаниям Федеральной антимонопольной службы и других контролирующих органов вынуждены вернуть этот земельный участок муниципалитеты с недостроенными своими этими земельными строениями. В итоге муниципалитеты обязуются эти земельные участки заново выставлять на аукцион. Соответственно, право инвесторов у нас таким образом получается незащищенным. Это, понятно, вопрос не региональный, это вопрос уровня федерального законодательства. Что ж, впереди новый рабочий год, в котором уполномоченные пожелали себе стать еще ближе к жителям республики. Ольга Пырочкина, Надежда Яковлева, Андрей Спиридонов, Республика. Строительство ВСМ-2 отложено. Причем, как сообщает газета «Коммерсант», цитируя слова премьер-министра России Дмитрия Медведева, строительство будет отложено до более энергичной экономической ситуации. «Мы не отказываемся от этого проекта, но необходимо все подсчитать», цитирует премьера «Коммерсант». Медведев отметил, что ВСМ очень удобный, но дорогой вид транспорта. В конечном итоге он может вылиться в 1 триллион рублей. Окончательно же решение о строительстве высокоскоростной магистрали Москва-Казань будет принято в первом квартале 2014 года. Предпроектные разработки в строительстве ВСМ-2 завершены, экономическое обоснование сформировано. Напомню, что линию планировали запустить к Чемпионату мира по футболу 2018 года в России. А вот ремонт городских дорог отложить невозможно, иначе столица попросту задохнется. По данным администрации Чебоксара, на 14 участках дорог выявлен дефект асфальтобетонного покрытия. И отремонтировать их должны те же подрядные организации, которые уже брались за их ремонт. Ведь гарантийное обслуживание теперь норма закона. 200 квадратных метров дорог столицы требует ямочного ремонта. Чебоксарские проспекты и улицы ремонтируют две дорожные организации – Чувашавтодор и Дорис. Совсем недавно закончилось строительство дороги по базовому проезду. Но здесь уже заметны выбоины. Проезд по улице Пирогова вызывает страх у автолюбителей. Ремонт отребует кольцо на улице Каленина и до улицы Гагарина. Ахиллесово-пита для дорожников – проспект Ивана-Яковлева. Все пересечения с проезжей частью там выполнены во временном покрытии. К сожалению, немножко поздно мы спохватились и ограничили движение грузового большегрузного транспорта на этом участке. Потому были многие дефекты. Сейчас эти дефекты устраняются. Движение грузового транспорта по Ивана-Яковлево ограничено. Также необходимо отремонтировать дорогу по проспекту Тракторостроителей – кольцо по Марпасадскому шоссе. Дорис и Чувашавтодор до конца этой недели обещали устранить неполадки. Ремонт, возможно, и закончат к концу недели. Но надолго ли его хватит, учитывая то, в каких погодных условиях его проводили. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Андрей Шоклев, Республика. Мешают нормальному движению в городе неправильно припаркованные машины. 88 автомобилей, которые мешали уборке снега, вывезли на штрафплощадку в столице Республики с начала зимы. С приходом обильных снегопадов машины припаркованную обочин городских дорог серьезно затрудняют уборку магистралей. В результате снижается не только пропускная способность улиц, но и создаются помехи для проезда спецтехники. В Чебоксарах с начала зимы установлено 66 дорожных знаков, стоянка запрещена. Согласно новым правилам благоустройства города Чебоксара, автомашины, нарушающие правила стоянки и парковки, подлежат эвакуации. Три спецмашины круглосуточно дежурят на магистралях. Хранение задержанных автомобилей обойдется нарушителю от 20 до 130 рублей за час. В зависимости от категории автомобиля. Стоимость перемещения задержанных транспортных средств в настоящее время составляет 142 рубля за километр. У национальной телерадиокомпании Чуваший новые руководители. Комиссия Минформполитики Чуваший подвела итоги конкурса на пост директора НТРК. Им стал Александр Магарин. С мая прошлого года в телерадиокомпании не было директора. Его обязанности исполняла заместитель Юлия Стройкова. В июне 2013 конкурс не дал результатов. С тех пор произошли качественные изменения как в составе кандидатов, так и в самой конкурсной комиссии. Наряду с сотрудниками Мининформполитики Чуваший в нее вошли независимые эксперты. Мы подходили ко всем людям, ко всем конкурсантам стандартно. То есть у нас субъективизм был минимальным. Каким образом мы это сделали? Один из членов конкурсной комиссии задавал пять вопросов каждому из конкурсантов и говорил, что, уважаемые коллеги, вопрос один, но он в пяти ипостасях. Что вы бы сделали в первую очередь в этой телерадиокомпании, чтобы улучшить ее деятельность? И каждый отвечал, исходя на количество вопросов. Кто-то отвечал на три вопроса и говорил, что он больше проблем не видит. Кто-то озвучил большее количество, тем и менее. Исходя из ответов конкурсантов, мы могли построить некую концепцию их видения. На должность директора национальной телерадиокомпании претендовали восемь кандидатов. Большинство из них – люди, хорошо знакомые с работой радио и телевидения. В итоге баллы распределились следующим образом. Иванов – 17,84%. Ильина – 19,92%. Кириллов – 21,07%. Магарин – 27,46%. Степанова – 19,92%. Степашина – 23,20%. Степченко – 17, Строякова – 27,38%. Александр Магарин в прошлом тележурналист и заместитель директора гостелерадиокомпании «Чувашия», сотрудник пресс-службы, директор книжной палаты, считает, что у национальной телерадиокомпании «Чувашия» большие резервы. Пока, к сожалению, особенно телевидение, оно доступно пока в основном городскому жителю в Чебоксарах, Новочебоксарске и некоторых других крупных районных центрах республики. Если мы говорим о национальном телевидении, а под словом «национальное» я подразумеваю это, в первую очередь, общереспубликанское, доступное, достойное, профессиональное, объективное телевидение, оно, конечно, должно быть именно доступно каждому жителю нашей республики. Что для этого нужно сделать? Конечно, за один день эти вопросы не решаются. Я знаю, что команда телевидения уже занимается этим вопросом. Посмотрим, что-то, возможно, мы будем корректировать. Где-то будем, наверное, подключать других партнеров, возможно. Я считаю, что этими вопросами мы должны заняться, несомненно. Сегодня же стало известно, что названо имя руководителя главного редактора издательского дома «Грани». Им стала Наталья Колыванова. Наталья работала советником, председателем правления одного из банков, начальником отдела по управлению делами оргработы промышленного предприятия. Есть у Натальи Колывановой опыт работы в средствах массовой информации. Напомню, что должность руководителя издательского дома «Грани» освободилась в конце 2013 года. О том, какие еще события происходят в мире прессы, вы узнаете в субботу, 18 января. Все СМИ республики готовятся отметить Дни российской и чувашской печати. Национальное телевидение «Чуваши» будет вести прямую трансляцию с места событий. Начало в 10.30. Не пропустите. Сразу в нескольких чебоксарских школах стартовала акция «Книга-обмен». Ребятам предлагали принести из дома книги для того, чтобы их могли прочитать и другие. Привлечет ли это современных детей к чтению, узнавала Мария Шоклева. Акцию «Книга-обмен» в 54-й школе организовали ученики 8-го Б-класса. Они оформили выставку и провели презентацию. Ну, бывает, там, ну, не успеваешь, там, сходить в магазин или в библиотеку за книгами. Дома, там, ну, все уже перечитал книжки. А тут, как бы, вот лежит, ты можешь подойти спокойно в любую переменку, посмотреть, что-то найти, какую-то интересную книгу, по поводу интересного автора. И взять, почитать, вернуть, как бы, и тебе приятно, и все остальные тоже могут почитать то, что читал ты. Здесь мы собрали более 200 книг. Я думаю, что всем будет очень интересно посмотреть. Ну, например, для себя я выбрала книгу Гоголя «Записки сумасшедшего». Эти книги принесли из дома всего несколько человек, но в школе уверены, что скоро к акции подключатся и другие ученики. И количество книг на этих столах превысит их количество в библиотеке. Уже в день открытия на выставку попала уникальная детская история – «В валенках по весне». Эту книгу привезли из Москвы ее авторы – почетные гости школы. Эта книжка, она необычная, потому что это, как бы, ну, впечатление детства. По философии диплом писал, и вот эта книжка вдруг так возникла. Но долго я, как бы, не решался ее издавать. Но вот тут потом, благодаря рисункам Евгения Алексеевича Медведева, я подумал, что если книжку читать не буду, то хотя бы буду смотреть рисунки. Евгений Медведев работает иллюстратором более 50 лет. Он оформлял произведения Владислава Крапивина, Сергея Михалкова и Эдуарда Успенского. В 54-й школе художник провел мастер-класс по книжной иллюстрации. Чтение ничто не может заменить по силе воздействия. Уражение работает, и он потом находится под впечатлениями, а некоторые даже и профессии выбирают, если какая-то книжка их увлечет. Теперь для того, чтобы взять домой интересную книгу, не надо оформлять формуляр. Да и торопить учеников никто не будет. Вернуть книгу можно хоть через год. Здесь все на доверии, лишь бы школьники больше читали. Мария Шоклева, Николай Яковлев, Республика. Сельские дома культуры как места, где с удовольствием проводят свой досуг сельчане. Как и чем живут они сегодня, какие проблемы решают и о чем мечтают в нашем репортаже из Синьяльского дома культуры. Сельский клуб в селе Синьялы – один из тех, что родом из Советского Союза. Со временем менялись вывески, клуб был и ДК, и Домом творчества, но неизменно оставался островком культуры. Села Синьялы – самое большое в поселении. Здесь немало молодежи, досуг которой нужно организовывать. У сельского клуба теперь многообещающее название – информационно-культурный центр. А находится он в помещении, построенном в 1956 году. Вспоминает одного созданием возраста житель села Синьялы Валентин Захаров. Он еще мальчишкой занимался в театральном кружке клуба. Благодаря бригаде колхозников, наших специалистов, сельских специалистов, плотников, построили вот это здание. Сруб сделали из добротного дерева. Как говорится, дерево было, ну, это ель, сосна, ель, сосна, но не гоняли смолы. И до сих пор не гниет. Ну, в таком виде, в хорошем виде стоит. Отсюда родом известный в республике ансамбль «Щелгуч» и народный театр, у которого своя славная история. Вот одна из страниц летописи на стенде информационно-культурного центра. Со спектаклем «Беда от нижнего возраста» коллектив сельского театра выступал на российском смотре во Владимире. В 1976 году – золотое время для синьяльской культуры. Тогда стали лауреатами, а год спустя получили звание Народного театра. С гордостью рассказывает заслуженный работник культуры Чувашии и режиссер театра Зинаида Петрова. Я тогда работала директором Дома культуры. И пришлось мне тоже играть, но я сама тоже с первого класса играю в спектаклях Народного театра. А я вон там наверху, ну, такая злая мама. Коллективы центра и сегодня выступают в районах республики, выезжают за пределы региона. А рождается народное искусство в помещениях советского прошлого, уже не отвечающих современным требованиям. В 80-е годы появился пристрой к зданию и больше никакого ремонта. Здесь разместился танцевальный класс, в котором охотно занимаются школьники. Это наши костюмы. Там чувашские, там татарские. И танцуем, и поем, и все делаем. Впрочем, деревянное здание вполне устраивает работников клуба, да и не мешает творить. Причем здесь добавляют. Модернизация все же дошла и до глубинки. Вот пришло новое музыкальное оборудование, закупленное на бюджетные деньги. В прошлом году появилась светомузыка. Поступили гармонь и синтезатор, которые пока не успели опробовать, поскольку приобрели только в декабре. Нам наше здание нравится. Оно большое, уютное, теплое. Мы радуемся тому, что у нас есть, живем настоящим. Ну и будем, конечно, стремиться к тому, чтобы все, может быть, и больше ремонта было, больше аппаратуры. Может, тогда еще больше к нам народу будет приходить. Программа модернизации сельских клубов действует в Чувашии с 2007 года. Она предполагает закупку нового оборудования, света и звукоаппаратуры, костюмов. Параллельно действует и программа реконструкции зданий сельских очагов культуры. Ежегодно ремонтируются около 30 клубов. Деньги на ремонт выделяются из республиканского бюджета, но при условии софинансирования районного в размере 25%. Подключиться к программе можно в любое время. Все зависит от финансовых возможностей муниципалитетов и желаний руководителей их изыскать. Ольга Григорьева, Андрей Спиридонов, Республика. Десять ребят из Чебоксарского хора «Соловушки» будут петь на открытии и закрытии зимних Олимпийских игр в Сочи. Они войдут в состав сводного хора России, где примет участие одна тысяча ребятишек со всей страны. Первая репетиция уже прошла. Познакомиться с юными талантами выехала наша съемочная группа. Вот такое музыкальное приветствие ребят из хора «Соловушки». Коллектив является лауреатом международных, всероссийских, республиканских конкурсов. Но попасть в число избранных было нелегко. Даже в «Соловушках» прошел тоже большой отбор, потому что хор сам состоит из 46 человек. А нужно было всего лишь 10. То есть, смотрите, какой выдержали конкурс. Поэтому поехали самые голосистые, самые ответственные и самые талантливые дети. Первая репетиция сводного хора прошла в начале января в Мариинском театре Санкт-Петербурга. С ребятами занимались лучшие хормейстеры страны. В день по пять часов. Было нелегко, говорят ребята, но впечатления останутся на всю жизнь. В репертуар открытия войдут две песни. Пусть всегда будет солнце, и орлята учатся летать. Чувствую грандиозность, ну и радость, взволнованность. Волноваться, что вдруг там будет плохо случайно. Оценить пение ребят приезжал Владимир Путин. Его поразила чистота исполнения песен. Дети тоже удивились его приезду. В один момент, когда мы репетировали, вдруг заходит путь. В начале его девузали, потому что вокруг него были люди. А потом мы его увидели, и как-то все привстают, чтобы увидеть его. У меня в глазах как-то слезенка радости была. Счастье, я не могу предать даже эти чувства. Выступлением в Сочи работа сводного хора России не завершится. Его планируют привлекать и на другие значимые мероприятия страны. Мы верим твердо, герои спорта, нам победа, как воздух, нужна. Ольга Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика. Один из самых величественных, монументальных в Среднем Поволжье монастырей, Раивский, теперь можно посетить, даже не выезжая за пределы Чувашии. Напомню, что святыня находится в соседнем Зеленодольске, недалеко от Казани. Благодаря художникам из Татарстана, которые разместили свои работы в художественном музее, и жители нашей республики могут полюбоваться красотой крупнейшего действующего мужского монастыря Казанской епархии Русской Православной Церкви. Раивский Богородицкий монастырь основан в 17 веке отшельником Филаретом. Своё 400-летие монастырь отметил в прошлом году. В то время Раифу посетили множество паломников. Это святое место знают все жители Поволжья, потому что 400 лет истории этого монастыря. Они запечатлены не только в летописях, но и в произведениях живописцев, художников, историков, писателей. Но ценность этой выставки заключается, во-первых, в том, что это обменная выставка, то есть это сотрудничество между двумя соседними региональными музеями. Эти произведения представлены Зеленодольской картинной галереей. На выставке работы семи художников. Специально из Зеленодольска на открытие приехал живописец Анатолий Крылов. Мастер признается, что он очень требовательен к самому себе. Любит работать над картинами подолгу, оттачивая каждую деталь. Люблю и картины композиционные писать, но и пейзажи тоже есть. У меня вот тоже и те работы, они чисто композиционные. Я не просто стою и с натуры пишу, я просто делаю, люблю собирательный образ создавать. Вот представлена здесь работа, да, Раифа. Это не просто пейзаж, а композиционный пейзаж. Здесь я просто хотел показать смысл, вот и историю Раифы. Она выражается вот именно в черно-белых деревьях. Потому что на самом деле во дворе, если так вот посмотреть, там же нет деревьев. История, которая здесь представлена, вот на фоне восходящего солнца. Ну вот эти тени большие, это, можно сказать, не вечер, а утро. Вот и хотел показать, что и после этого, ну на самом деле, как бы пророческой что ли работой оказалась. Началось возрождение Раифы. Это она написана еще до возрождения. Сейчас святая обитель переживает новую пару своего расцвета. И это можно увидеть на полотнах художников. Как отмечают организаторы выставки, главная цель проекта, Раифа, отражение во времени, привлечь внимание людей к проблемам восстановления памятников истории, архитектуры и духовности, которые составляют гордость нашей страны. И в первую очередь ставку делают на подрастающие поколения. Ведь именно дети являются главными посетителями выставок в художественных музеях. Галина Титарчук, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика. Это все, что мы хотели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин